Лето 41-го года. Немецкие войска рвутся к Москве. По разным причинам в плен попадают десятки тысяч советских солдат. Из пленных красноармейцев, призванных с Урала и по Волжье, вермахт создает Легион и Дель-Урал. В его рядах оказались и жители Башкирии. Об этой странице в истории вспомнили на круглом столе, прошедшем в Уфе. Это были вчерашние деревенские парни, которые буквально две недели держали руках летовку. И никаких представлений о политической работе, о знании языка русского или каких-то представлений о пропаганде какой-то интернациональной или интернациональной, они вообще не будут. Расчеты идеологов Третьего рейха не оправдались. Направленные на первую боевую операцию солдаты Легиона подняли восстание, перестреляли немцев и перешли на сторону партизан. Однако история помнит не только героические, но и позорные страницы. Одна из них – питание номенклатуры в блокадном Ленинграде. Сало, шоколад, консервы, хлеб и, наконец, баранки. Приближенные к председателю Верховного Совета Андрею Жданову вспоминают о роскошных обедах в Смольном. В стационаре горкома партии кормили также неплохо. Николай Рябковский вспоминает свой обед – баранина, ветчина, сыр и какао. Историки же считают, что разнообразное питание Жданова – миф. Шоколад производился, конфеты шоколадные, чернослив там в шоколаде и так далее, но они производились не для Смольного, чтобы Жданов больно их поедал. Шоколад ходил в состав красноармейских бойков целого ряда войск, подводников, летчиков. В годы войны на восток страны были отправлены в эвакуацию более 10 миллионов человек. Башкирия приняла более 200 тысяч. Многие из них имели свои стереотипы об этом крае. Урал – это дикие леса, это почти нет городов, это вообще снег выше человеческого роста, круглогодичная и так далее. Злые, хмурые, нелюдимые, некультурные. Каждый год в России с миллионов документов снимают гриф «Секретно». При этом 90% архивов до сих пор остается закрытыми для широкой публики. Даже получив доступ к записям, вы узнаете не все. Дела давали так. Сначала работник архива рассматривал это дело, скрепочками закрывал некоторые страницы, потом меня ввели в отдельное помещение, он садился рядом со мной, пока я работала, он сидел рядом. Меньше всего рассекречивают документы, которые касаются деятельности партизан. Сами историки выступают за то, чтобы жители страны смогли ознакомиться со всеми зверствами фашистов. Однако о работе чекистов во время войны по традиции предпочитают умалчивать.